Урбан, как Владимир Ильич Урбан? Владимир Ильич. Вам сказал прийти и выселить... Владимир Ильич Урбан, директор МОП МГУК. Правильно или нет? Сергей Владимирович Урбан, директор МГУК. А вы кто такой? Вы его заместите. Я что, вообще как бы обязан вам на вопрос отвечать? А как, вы пришли человек, может вы сумасшедший? Может вы сумасшедший? Вы покажите документы, на основании которых вы находитесь в данном помещении. А вы вот кто такие? Понимаете, кто вы такие? Я тоже не могу. У нас диалог не связывается. Может, вы дяди должны заходящему показывать... Не каждый. Мы вчера показали документ, который в регистрационной палате не числится. Вас я вчера не видела. Без номера. Вас я вчера не видела. Вчера приходили представители администрации, они нас назвали с представителями, но документов мне никто не показал. И вчера, и сегодня тоже вы мне показали. Вы показали фиктивный документ. Вы не даете нам работать. Мы показали договор зарегистрированный в регистрационной палате города Сергея Упаса. Он не зарегистрирован в регистрационной палате. Он без номера. Понимаете? Вы находитесь здесь незаконно. На основании статьи 169-й, 165-й, 159-й, которая гласит, что вы занимаетесь мошенничеством, чистейшей воды. Вы, пожалуйста, представьтесь, вы кто такой вообще? Зачем я буду представляться? А с кем я разговариваю вообще? Да я вам представлялся, когда заходил. Я буду по 10 раз представляться. Представились. Вы сказали, что вы помощник МУК-дома. МУК какого-то. МУК какого-то, да. Да. Который вот является... А МУК-дом сейчас существует или это передали МУКу? Какой дом? ГУК. Чего вы мне дом не дурите? А МГУК вообще-то откуда? А МГУК откуда взялся? Придет администрация, нам все объяснит. МУК взял. Это управляющая компания городская. Городская компания управляющая? Да, управляющая компания. Ну, а документы какие-то есть, что? Разве вам вчера не показали? Вам с администрацией представители вчера выказали. У нас есть договор с МУК-дом вообще на этой стадии. Ну, МУК-дом здесь не работает. Вы понимаете? А с МУК-дом мы не заключали договор. Так в том-то и дело, что вам и говорят, заключите договор. Нам договор никакой не приносили с МУК-дом. Ну, давайте мы принесем договор, будем по-другому тогда разговаривать. Принесите. Ну, а если вы согласны заключать договор, я вообще-то не понимаю, что делать. А нам никто не предлагал заключать договор? Ну, хорошо, я с руководством переговорил. Насколько выгоняют, второй день приходят? Я не выгоняю. Мне просто сказали предупредить вас. Договор нам никто не предлагал. И вообще, у нас в договоре прописано, что если одна из сторон хочет прервать отношения, то нам дается две недели на выезд, а не два часа. И не один час, и не полчаса, и не пять минут. Ни в одном договоре такого не указывается никогда. Ну, вот сейчас вот у нас диалог складывается. Может, было с самого начала это поговорить? Я до сих пор не знаю, с кем я разговариваю. Ну, с кем я разговариваю. Я просто разговариваю с дядей с улицы, который мне угрожает администрация. Нет, я не угрожаю. Вы о чем? Я что, представитель своих ведомств, чтобы вам угрожать? Я не знаю, каких вы ведомств предназначаете. Нет, ну под угрозами подразумевается, что вы обещаете опечатать там или вынести мебель. Я не обещаю, просто по закону, если помещение, я вам просто объясняю, если помещение занимается незаконно, естественно, его будут опечатать. Вот в чем дело. То, что вчера договор представили, он незаконный договор. Ну, сейчас будут официальные. Вы пришли на камеру меня записать? Хорошо записывайте. Да нет, это не мы пришли, это вы пришли. Я пришел, потому что мне указания дали сказать, предупредить. А кто вам дал указания? У меня же есть руководство, я вам сказал, есть директор управляющей компании. Я не знаю, кто ваш директор. Я же вам сказал. Я его не видела, вашего директора. Потому что у него другие обязанности много. Каких много обязанностей? Ну, каких директор обязанностей? Вашего директора я тоже здесь же не вижу. Почему? Он вчера приезжал? Вот вчера, вчера тоже был директор здесь. Я не знаю, я вчера тоже не видела директора. Ну, это уже разговор пустой, как бы. Он сам начал пустой. Просто я не знаю вообще, как бы, в чем конфликт. То ли вы незаконно занимаетесь, то ли вы занимаетесь, то ли вы не хотите договор заключать. Я тоже не знаю, в чем дело и в чем конфликт. Мы уже находимся в этом помещении много лет, исправно платим арендную плату. Договор у нас зарегистрирован. Ну, там сегодня, как бы, в администрации опять был разговор про ваши эти кабинеты. Сейчас я спрошу. Саша, а это самое, а предлагали им заключать договор аренды-то здесь? Ну, их надо предложить, они говорят. Алло, Сергей, слушай. Ну, они говорят, вы нам не предложили даже договор аренды. Мы пришли опять веселять, какой-то пришел мужчина, сказал, что он помощник МГУК, вот этого Урбана, и что наш договор якобы недействителен, и что освобождается помещение. Ну, то есть, мои действия сейчас какие? Что мне сейчас делать? Ну, я просто, меня тут на камеру записывают, я как бы, я тут это, даю интервью. Ну, в общем, пока никаких действий не надо, да, до понедельника ждет. Ну, все. Будете разбираться, да, с договорами. Ну, ладно, все тогда, хорошо. Таким образом, деятельность главы городского поселения Сергеев-Пасад, Сергеев-Пасадского муниципального района Московской области по итогам его годового отчета признана неудовлетворительной. Спасибо. Спасибо.